А сколько сахара в день съедаете именно вы? И как это влияет на ваш организм? Друзья, вот такая сегодня у нас тема к обсуждению, поэтому присаживайтесь поудобнее, сейчас будем разбираться подробнее. Всем привет, друзья! Меня зовут Купцова Яна, и я занимаюсь кето-питанием. И сегодня мы с вами поговорим на тему сахара. И многие думают, что едят в сутки очень мало сахара, потому что они равнодушны к сладкому или пьют чай или кофе вообще без сахара. А кто-то вовсе не знает, что сахар содержится буквально повсюду. Можно съедать больше стакана каждый день и даже не подозревать об этом. Фрукты, йогурты, даже йогурты без сахара тоже содержат сахар. Макароны, хлеб, соусы, это вообще просто. Горчица, колбасы, деликатесы, готовая еда и другие продукты, друзья, содержат огромное количество углеводов, многие из которых это сахара. А все обезжиренные продукты тоже очень вредны и плохо влияют на организм. Но об этом мы с вами поговорим в другом видео более подробно. Итак, среднестатистический житель России съедает примерно 100-140 граммов сахара в течение одного дня. Это около одного килограмма сахара в неделю. Вы только задумайтесь. Друзья, как же нам этого не допустить? Нам нужно уметь читать этикетки, друзья. Кроме сахара может быть указано и другое название сахара, и вы должны в этом разбираться. А что может быть еще указано? Мальтоза, сахароза, декстроза, мальтодекстрин, фруктоза, кристаллическая фруктоза, солодовый сахар, кукурузный сироп, солодовый сироп, сироп топинамбура, кленовый сироп, пальмовый сироп, сироп агавы, финиковый сироп. Ну, в общем, вы поняли. Все сиропы могут встречаться в составе, в ингредиентах, и это будет обозначать, что это сахар. Еще может быть миласа или патока, друзья. Вот это все имеет место быть в тех продуктах, которые мы покупаем с вами каждый день. И если есть их постоянно, то развивается, конечно же, самая настоящая зависимость. Вам еда кажется неполноценной, если вы после основного приема пищи, например, не съели десерт, или по вечерам вам хочется чего-нибудь вкусненького с чаем, или во время просмотра фильма вам хочется съесть попкорн сладкий, или вы тянетесь к печенюшкам, чипсикам, попкорну и так далее, друзья. Счастье, которое дарит вам печенье или кусок торта, оно продлится всего полторы-две минуты, а в итоге негативные последствия могут преследовать вас всю жизнь. Поэтому я вам настоятельно рекомендую прямо сейчас подойти к своему холодильнику, достать оттуда какой-то продукт, который вы любите, и посмотреть его состав. Я думаю, что вы, если не обнаружите сахар, то вы молодец. А если обнаружите, то такой продукт лучше не употреблять. Вред от сахарной зависимости. И первое, друзья, у нас с вами ослубевает иммунная система. Сахар снижает силу иммунной системы в 17 раз. Вы только задумайтесь. Чем больше сахара у нас в крови, тем слабее иммунитет. Дальше. Проблемы с кожей. Вы прекрасно знаете, что если съешь шоколадку, то уже завтра на лице появляются воспаления, прыщи и так далее. Но вы не можете никак остановиться. Тоже проблема в этом. Дальше, друзья. Сахар способствует старению. Как бы это ни было печально. Но на коже раньше срока начнут появляться морщины, так как сахар откладывается про запас в коллагене кожного покрова. Тем самым уменьшая его эластичность. И причина вторая, по которой сахар способствует старению, это то, что сахар способен притягивать и удерживать свободные радикалы, которые убивают наш организм изнутри. Еще одна проблема из-за сахара, это развитие болезней. Избыток сахара в рационе провоцирует воспаление, что ведет к диабету, гипертонии, жировому гипотозу и другим заболеваниям. Друзья, даже раковые и новообразования, это все причина сахара, потому что раковые клетки питаются именно сахаром. Дальше. Нарушение обмена веществ, это самая распространенная проблема при избытке сахара в рационе. Истощение витаминов и минералов в организме, таких как калия, магния, цинка, кальция, витамины группы В. Особенно это касается витамина В1, тиамина. Друзья, давайте тут поподробнее вам расскажу, потому что, чтобы усвоить белый сахар, организм удаляет витамины группы В. Из мышц, из печени, из почек, из нервов, из желудка, из сердца, из кожи, из глаз и крови и так далее, друзья. На усвоение рафинированного сахара в организме человека тратится огромное количество кальция. И это, конечно, способствует вымыванию минерала из костной ткани. Сахар просто-напросто нарушает соотношение кальция и фосфора, вследствие чего кальций не усваивается. Выводится лишний кальций будет вместе с мочой, или он может образовывать довольно плотные отложения в любых мягких тканях. Еще одна проблема из-за сахара. Сахар очень негативно воздействует на наше сердце, друзья. Белый сахар достаточно сильно, сугубо отрицательно влияет на деятельность сердечной мышцы. Тоже помните об этом. Дальше. Лишний вес. Ну, конечно же, все продукты с сахаром могут остаться у вас на талии, на животе и на бедрах. Кстати, здесь есть один простой тест узнать, насколько вы здоровы в домашних условиях. Я запишу об этом отдельное подробное видео о том, почему же, когда мы измеряем талию в сантиметрах, и если у нас превышает отметка определенных значений, значит, у вас уже есть определенные проблемы, и которые нужно устранять, друзья. Потому что лишний вес – это первая причина инсулинорезистентности. Что такое инсулинорезистентность, мы с вами тоже будем говорить подробно, потому что тема очень большая, обширная, очень сложная. Нужно разбираться во всех тонкостях и нюансах. Поэтому оставайтесь на канале, подписывайтесь. Будем все разбирать поэтапно, потихонечку. Сахар вызывает постоянную тягу к сладостям, к мучному, и это непреодолимое желание. Чем больше вы едите сладкого, тем больше вам хочется. И наверняка вы сами замечали, что стоит вам поесть какую-то вкусняшку, например, или какой-то вредный продукт, например, чипсы вы поели вечером, и на следующий день в вашей голове такие мысли проникают. Может быть, съесть попкорн, а может быть, шоколадочку купить, а может быть, съесть тортик, а может быть, съесть пироженку. Друзья, когда мы переедаем углеводов, так скажем, вот, допустим, я, когда сижу на кето, да, я сижу уже практически год на кето питании, на здоровом питании, на здоровом кето именно, здесь я тоже обращу ваше внимание, потому что есть грязная и чистая кето, об этом тоже будем говорить. И, друзья, вот, допустим, я в режиме, и стоит мне съесть, ну, то есть у меня есть чит-дни, даже чит-недели, где я могу позволить себе съесть углеводы, потому что иногда это тоже необходимо, чтобы организм, так скажем, был в тонусе. И иногда на самом деле мы все люди, хочется чего-то вкусного, тем более праздники, да, хочется чего-то такого. И, допустим, когда я что-то такое съедаю, то у меня вот эта вот зависимость от еды приходит не сразу, она приходит через несколько часов, а то бывает и через сутки. И я сразу вспоминаю, так, меня потянуло на какую-то вредную еду, и я сразу вспоминаю, что же я ела вчера. И если вчера я ела что-то вредное, то у меня просто развивается вот эта вот зависимость от углеводов, от сахара, от вредной еды, друзья. Это не миф никакой, это на самом деле так, вы можете проверить на себе, и это работает именно таким образом, друзья. Из-за сахара у вас может возникнуть хроническая усталость, то есть вы просыпаетесь в состоянии, будто вы всю ночь разгружали вагоны, да, вы уставший, и днем ни на что нет сил. И уже после там обеда вы только-только разгоняетесь. На самом деле это не очень правильно, потому что сахар вызывает у нас дефицит тиамина, опять же, поэтому организм у нас не может закончить метаполизм углеводов. Еще один потрясающий момент, это, друзья, плохое настроение, ворчливость. Представляете, особенно из-за голода, такое тоже бывает, это тоже такой частный симптом при сахарном избытке. Но стоит поесть, и вы снова адекватный, доброжелательный человек. Особенно если поесть что-нибудь сладенького, шоколадочку, конфетку, пряничек. Дальше. Сахар разрушает, разлагает, разъедает такие области тела, как глаза, почки, нервную систему, внутреннюю поверхность сосудов. Итак, друзья, мы с вами обсудили очень много различных вредных симптомов. И что же здесь делать, спросите вы, дам вам небольшой совет. Если вы все-таки едите сахар, то, пожалуйста, снести нагрузку на организм. Во-первых, если можете, уменьшите рационы сахара. Ешьте больше зелени, ешьте оливковое масло, пищевые неактивные дрожжи, потому что это источник витамина В1. Или выпейте в виде добавки. Вы можете выпить калий в виде добавки. Он также есть в крестоцветных овощах. Также вы можете выпить яблочный уксус. Он нормализует уровень сахара в крови. Пить его необходимо 1 столовая ложка на стакан воды. Ну и, конечно же, друзья, физическая активность, прогулки более часа или зарядки. Любые физические нагрузки, тренировки будут тоже способствовать снижению сахара в крови. И теперь у меня к вам вопрос, друзья. Готовы ли вы отказаться от рафинированного сахара? Если ваш ответ да, то я с радостью приглашаю вас на мой кетомарафон 2.0, который стартует уже 23 января. Если вам сложно самостоятельно перейти на кето, перейти на здоровый образ жизни, узнать чуть больше о кето и понять, как все привычное питание влияет на наш организм, как улучшить свой организм, как оздоровить его, почему диета и спорт вам не помогают, почему вы до сих пор не можете похудеть, хотя испробовали миллион различных диет, приходите, друзья, на марафон, где мы будем все вместе разбираться с самого начала. То есть мы выбросим все лишнее, перестроим питание на здоровое, поймем, что и как нужно есть и для чего, войдем в кетос и будем приближаться к заветному размерчику. Итоги марафона подведем 23 февраля, и я думаю, что вы порадуете и себя любимую, и своего любимого к празднику. Друзья, все ссылки вы найдете под этим видео или в моем телеграм-канале, где я публикую много разной полезной информации, а также кето-рецепты завтраков, обедов, ужинов, десертов, блинчиков, кето-сырников, кето-напитков на каждый день. Поэтому, друзья, жду вас на марафоне, будьте здоровы, всем пока-пока!